Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы будем обсуждать выступление, точнее речь главы Кабинета Министров Кыргызстана Ахлбека Джабарова о том, что многие, можно сказать, в принципе, об интернет-цензуре Кыргызстане. И для этого у нас в гостях гражданская активистка Умай Арыкова. Умай, здравствуйте. Здравствуйте, перезад. Вот я сразу хочу начать с того, что больше всего обсуждается то, что сейчас именно идет, что бывшие келинки, чьи-то келинки говорят плохо про своих бывших мужей и их семьи. Во-первых, как вы думаете, какое это имеет отношение к мероприятию, где он выступал? Это соцслог нашего правительства. Почему он об этом говорит и какой смысл за этим? Ну, мне тоже не совсем, наверное, понятно, какое отношение имеет частная личная жизнь некоторых граждан вообще к такому мероприятию. Но я подозреваю, что, скорее всего, это все-таки, возможно, связано с двумя вещами. Это первая попытка создать такое, как они говорят, традиционное, в кавычках, потому что я не знаю, какой смысл они вкладывают в это слово свою какую-то витрину, наверное, публичную. Им все время за что-то стыдно, они все время хотят создать видимость, что у нас очень культурное, очень воспитанное и очень презентабельное общество, если так можно сказать. Мне кажется, это, скорее всего, больше выглядит как попытка популизма. Ну, вернее, это популизм и есть, но это очень опасный популизм, потому что таким образом они переходят границы частной жизни. Это первое. И второе, они посягают на свободу слова, да, вот как мы все-таки опять не возвращаемся, не крутимся. Это приходит к тому, то есть Акулбек Джапаров заявляет о том, чтобы келинки не писали ничего плохого про родню своего мужа. То есть женщина должна знать свое место. Это уже посягательство на конституционные наши права женщин. То есть, как бы для человека, для председателя кабинета министров правительства, да, человек, который должен опираться на конституцию, он говорит абсолютно антиконституционные вещи. То есть все мы имеем право на частную личную жизнь, право выражать свое мнение и право самим решать, что для нас важно, да, и право защищать, может быть, свои какие-то интересы. Ну, сейчас Акулбек Джапаров таким образом, мне кажется, нас подводит к тому, чтобы даже с этой стороны, то есть они, понятно, что у нас сейчас идет, мы все знаем, да, попытка репрессировать свободу слова очередной раз. То есть политические, общественные активисты, журналисты сейчас у нас преследуются, есть попытка внести цензуру, но это с одной стороны, да, с политической, так скажем. Сейчас они зашли, получается, с частной точки зрения, да, то есть теперь они еще и вмешиваются в личные дела, в личные отношения, да, и в право людей говорить о своей жизни так, как они захотят. Я, наверное, сама не особо, конечно, поддерживаю, как говорится, интернет-выяснение отношения, это как бы, для меня это не есть, наверное, правильно, да, но мое право заканчивается там, где начинается право другого человека. Если другой человек считает, что он хочет высказать свою позицию, он хочет рассказать о своей жизни, это его право, это его мнение и решение, как-то запрещать его, ну, мне кажется, это, вот говорю же, это попытка влезть в семью, в частную территорию. То есть, таким образом, получается, ну, мы приходим на диктатуре, да, то есть нам уже указывают, как нам жить, что нам говорить, не только в политическом пространстве, но и в частном пространстве, в личном. Мне кажется, это очень ужасный знак такой. И это говорит, насколько даже о, так скажем, политическом уровне, насколько о мировоззрении наших политических элит. То есть, они до сих пор, так вот, можно сказать, возможно, в более таком регрессивном состоянии находятся, когда весь мир в прогрессивном. Мне еще это кажется странным и неуместным, особенно учитывая, что в последний год у нас было несколько случаев каких-то очень, которые все мы обсуждали, каких-то, как женщин избивали, насиловали и все такое, да. И мне кажется, вот, может, про это тоже чуть-чуть поговорим, про то, что почему именно женщины всегда, оказывается, первыми, кому запрещают говорить, это мы видим в политике, когда говорят, в политике даже другой, другому человеку, женщине политику говорят, а вы женщина, почему вы тут, а вы женщина, или когда друг друга обзывают тоже, вы как баба, да, вот это. Да, у нас, к сожалению, очень мизогинное общество, да, у нас общество, которое, в принципе, очень, наверное, даже не очень любит женщин, в принципе, очень не любит женщин, да, мы, у нас есть острая проблема фемицида, когда женщин просто убивают, избивают, нарушают их права просто потому, что они женщины, да, и последний случай у нас не прекращается. Нам казалось, что вот, помните случай, когда женщину, на нее надели шины, да, нам казалось это каким-то нечетом, это переход красной черты, но оказалось даже это не красная черта, вот у нас есть осель, который отрезали уши, нос, да, причем она обращалась за помощью к государству, ей отказывали в этом, в итоге, пока вот не дошло до такой ситуации, у нас, как бы, никто не реагировал, да, с одной стороны, у нас президент подписал закон о том, что теперь, то есть примирение сторон убирается по фактам насилия, да, это очень хороший закон, на самом деле, это очень прогрессивный закон, у нас действительно хорошие законы в части, казалось бы, хорошие законы в части защиты женщин, но они, проблема в том, что они не работают, и вроде бы и президент, и глава ККНБ в этом году, они заявили о том, что они поддерживают, ну, борьбу женщин за право на справедливый суд в отношении насильников, да, ну, то есть в отношении фактов насилия к себе, но в то же время, когда глава Кабинета Министров заявляет, ну, делает такие заявления, то есть мы, как бы, понимаем, что по факту, то есть о правах женщины говорят ровно до того момента, пока она удобная, то есть пока она комфортная, пока их личный комфорт это не задевает, то есть я не знаю, что сподвигло сказать нашего премьер-министра об этом, может быть, какие-то личные у него моменты, но это очень-очень странно, и, честно говоря, я до сих пор думаю, что фактически они никакого решения не могут придумать с тем, чтобы развивать наше общество, развивать нашу страну, кроме как запреты, там, угрозы, давление, да, потому что, а так не строится диалог с обществом ни с каким, да, это ненормально, то есть проблему насилия это не решает, проблему в семье, то есть это не решает, потому что, например, наши девушки тоже абсолютно, так скажем, справедливо отметили, и в социальных сетях об этом пишут, что когда вопрос касается насилия над женщинами, неисполнения обязанностей мужей, например, да, когда у них по две-три жены, когда они там не заботятся, там, о семье, когда они там, ну, семейные абьюзеры, то есть об этом наше правительство молчит и не заботится ни системно, ни точно, да, то есть пока там вот какой-то вопиющий случай не случится. Но как только речь заходит о женщинах, то с них такой очень большой спрос. А на самом деле вообще отношение к женщинам, мы все знаем, наверное, это всегда показатель состояния общества. То есть чем лучше отношение к женщинам, тем лучше защищены ее права, тем общество более развитое, более демократичное, более прогрессивное. К сожалению, у нас, как всегда, декларируется одно и в Конституции, и в Уголовном кодексе, и во всяких других законах, и публично, но по факту у нас ничего в части прав женщин и их защиты не делается. То есть всего приходится добиваться, требовать, то есть, ну, пока вот, знаете, как говорится, когда убьют, тогда приходите. Вот в таком формате получается. Поэтому, мне кажется, это очень опрометчивые слова для премьер-министра. Это немножко некрасивно, наверное, даже если говорить его языком, не по-мужски. Я не знаю уже, как донести эту информацию, потому что если они хотят, чтобы, наверное, не писали в социальных сетях про своих мужей, какие-то нелестные или про их родственников, может быть, есть смысл заняться семейным, семейной политикой, то есть оздоровить общество, создать какие-то социальные программы для поддержки семей, психологической помощи, может быть, то, чего у нас нету совершенно, может быть, вот как в Казахстане предлагают какие-то там экзамены сдавать перед браком, да, то есть какие-то вот такие вещи, которые бы помогли людям, которые вступают в брак, предварительно быть более образованным, более подготовленным психологически. Вот. Но у нас никто не говорит о системе такой, в кавычках, келлинизации, когда женщин держат фактически как домашнюю прислугу, почему-то вот Аклубика Джапарова это совершенно не волнует, бесплатный женский труд домашний, который, на самом деле, основа, да, тоже экономики, тоже эти вопросы не волнует, но какой-то вот такой наш вселенский уяд, и почему-то этот уяд почему-то исходит обязательно от женщин, то есть вот мы вроде бы во всем виноваты оказываемся, поэтому, ну, это на самом деле очень печальная тенденция, и мне кажется, очень неправильно это. Да, мы, я, пока готовилась к эфиру, я разбирала вот речь Аклубика Джапарова полностью, там, мне кажется, кроме вот того, что там именно келлин, бывшие келинки не должны говорить плохие вещи про свою семью, бывшую семью, да, там, мне кажется, там было очень много четких посолов к народу, это то, что в интернете мы не дадим, во-первых, позорить якобы наши национальные традиции и ценности, потому что именно, мне кажется, что мы все видим, что нынешние власти, нынешние правоохранители очень часто апеллируют тем, что, ой, это против наших национальных интересов, да, и именно в интернете он дает четкие задания, чтобы в интернете таких больше не было, проверяйте, он как раз-таки Эдиль Байсалов. Да, это про то, что, да, это вообще было удивительно, что вот должен он сидеть Эдиль Байсалов и читать все сообщения людей, и, там, выявлять тех, кто недоволен, там, бывшими родственниками или нынешними. Но, да, я думаю, что это вот политика цензурирования, как я вот до этого говорила, они пытаются уже не только политических активистов или политические такие публикации контролировать, они уже заходят на частную территорию, да. Это тоже такая попытка уже тоталитарной цензуры, я не знаю, к чему оно приведет, конечно, как они собираются это отслеживать, как они собираются это, например, ну что, хорошо, вот они выявили женщину, которая там жалуется на то, что у нее там муж недостаточно, может быть, как-то правильно себя вел, да, или там недостаточно хорошие были у нее родственники. Ну как они, какой механизм привлечения к ответственности, что они будут сажать, они ее будут штрафовать, они ее будут, да, то есть о чем, какой механизм, какой правовой механизм для этого существует, то есть мне, например, вот это непонятно, да, поэтому я думаю, что тут больше вот именно про то, про то, что они будут следить. Может, про то, что это больше, чем вот сама цензура идет не только там про семью и все такое, может, она про остальные сферы тоже не может быть? Нет, просто вообще по факту нас пытаются, то есть нам пытаются навязать, то есть чтобы мы только позитивные вещи какие-то говорили, но я, например, плохо представляю, как можно описать о позитивных вещах, когда базовые права нарушаются элементарно, то есть что они требуют сделать всех счастливыми, ну это какое-то министерство счастья, они предлагают вести, что ли, но насильно, то есть мы там насильно вас сделаем счастливыми, но это же приведет к обратному, это приведет к росту насилия, мы же про это должны говорить, то есть проблема насилия решается только, например, если мы говорим про насилие, проблема насилия решается только по тем, что мы озвучиваем это, то есть чем больше мы озвучиваем, чем больше мы говорим, тем больше мы раскрываем фактов, тем лучше нам удается понимать картину, Это если мы про это, про то, что если там люди чем-то недовольны внутри своей семьи, но это на самом деле получается, ну, больше так условно досужие разговоры. Ну, то есть человек выплеснул свою какую-то эмоцию, что-то там сказал, да, то есть и как бы и вот тратить ресурсы просто на условные внутрисемейные в кавычках разборки, как бы я не знаю, насколько это вообще целесообразно. То есть кто этим будет заниматься? Мы же про это должны говорить. Если человек говорит о том, что мы будем следить, мы будем там привлекать, то, соответственно, вопрос этого механизма. Сколько денег налогоплательщиков будет затрачено на эту ненужную инициативу? Семьей, да? Да, у нас преступников поймать не могут, а вот они будут сидеть только... Но это на самом деле, говорю, это не про то, что там попытка улучшить ситуацию в семье, это про попытку цензурировать теперь. Я же говорю, то есть тотальная цензура. То есть нам говорят о том, что мы будем контролировать все. Ваши личные отношения, вашу политическую позицию, вашу гражданскую позицию. И поэтому, ну, это очень печальный знак. Ну, даже не печально, такой очень плохой знак. И дальше он в своей речи говорил про то, что сейчас там разные сферы культуры приводятся к тому, что которые могут опозорить, которые должны говорить хорошее про наше государство. Он, если дословно, он говорит... И к этой отрасли относится юмор, насколько я поняла, это юмористический стендап, комики и дальше. Это театр и это киношники. Как вы думаете, как мы уже видели попытки цензуры среди акэнов, импровизаторов, среди юмористов, когда они друг друга говорили, и среди киношников? То есть, если говорить про каждую из отраслей вообще, сколько можем ли мы контролировать, к чему это приведет, как мы будем контролировать? Ну, контролировать-то можно все на самом деле, да, если захочется. Например, мы видим это в наших соседних, у соседей это прекрасно, да. Мы видим, к чему приводит цензура. Ну, есть такое расхожее выражение, да, если говорить халва-халва, во рту слаще не станет, да. То есть, если мы будем говорить, что все хорошо-хорошо, то лучше не станет. Искусство, в том числе стендап, комики, да, кино, юмор, театр. Это же способ дать людям психологическую разгрузку. То есть, люди, которые там, возможно, ну, то есть, жизнь у нас сложная, да, мы все это прекрасно знаем. Да, люди приходят в театр, люди приходят на юмористические шоу, они хотят посмеяться, они хотят пережить это, переработать и какую-то получить эмоциональную разрядку. Если мы говорим людям, что, там, говорим, вы не должны шутить на какие-то темы, там, ничего не должно быть, все, вы все должно говорить, что хорошо и все прекрасно, то о какой такой эмоциональной разрядке мы можем говорить. А люди, у которых нет такой, да, возможности легально в театре, в кино какую-то получить разрядку, посмеяться над проблемами, там, посмотреть на себя со стороны, в итоге, наверное, будут еще более недовольными. Что на самом деле-то как раз-таки и не нужно властям. Вот это меня удивляет, что на самом деле, вместо того, чтобы поощрять и поддерживать, то есть такой сатир, острый юмор, они, наоборот, пытаются это подавить, что может привести к обратному эффекту, к еще большему росту недовольства людей. То есть у людей должны быть способы эмоциональной разрядки. Оставьте им это право, пожалуйста. То есть вы от этого ничего не проиграете. В бизнес-процессах есть такое, как бы, правило, что жалоба – это как подарок. Жалоба – это когда ты можешь улучшить то, что у тебя есть. То есть это действует так же и на нашей власти должно действовать. То есть люди жалуются, люди говорят, высказывают свое недовольство. Это их возможность знать и держать руку на пульсе. Тем, что они нас, как бы, там пытаются цензурировать, закрыть рот людям и заставить их только улыбаться. Ну, мне кажется, я не знаю, к чему они придут. Ну, я же говорю, это больше, мне кажется, про то, что они не хотят слышать что-то плохое, думая, что это мешает им работать. На самом деле это не так. Как раз-таки это могло бы помочь им работать, но они, вот, у них какое-то свое видение. Мне, вот, честно говоря, сложно понять, как они, их логику, как они, вот, мыслят. Потому что, даже, честно говоря, вот я столько лет уже в активизме, и мне первый раз нечего сказать, наверное, потому что я не совсем понимаю, куда, как дальше вообще люди, как дальше они собираются двигаться. Пытаясь всем заставить всех быть счастливыми. Мы, как вы ранее говорили на примере соседних стран, видим, как идет цензура, особенно в юмористической сфере, в театре и в кино. Но, в отличие от Кыргызстана, в том же самом Казахстане, например, очень много государственных денег в этой сфере. И сейчас попытки цензурировать в Кыргызстане, что приведет? Ну, ладно, там юмористы, стендап-комики не будут шутить про политику. Киношники будут снимать, как прекрасно в Кыргызстане все. В театре будет все такое уже. К чему это приведет? Что будет дальше? Почему это считается для правительства каким-то устрашающим фактором, можно сказать, такие вещи, свободы? Я, честно говоря, если мы там, как вы упомянули, будем брать Казахстан, как пример, надо справедливости ради сказать, что в Казахстане есть внутренние средства. Государство содержит такой пул лояльных к себе деятелей культуры. Там есть госзаказ, там есть определенные заказы на производство контента, как это говорится. То есть это, в принципе, в любой стране всегда такое есть. Есть государственные телеканалы, которые производят контент, который социально значимый, как они называют, по заказу, в кавычках, государства. Это все неплохо ровно до той поры, когда это не становится единственным, единственно допустимым способом самовыражения. Поэтому я не знаю, к чему у нас придет, потому что у нас нет таких ресурсов, у нас нет возможности у государства таким образом выкупать контент, условно говоря. Я не знаю, как это правильно говорится. У нас есть только один государственный канал НТРК, который у нас, Министерство нашего счастья, у нас там все прекрасно, замечательно. Но качество их контента очень низкое, вы это прекрасно знаете. Мы об этом не одно пятилетие уже говорим, о том, что качество НТРК очень низкое, их контента. И вроде бы денег столько выделяется туда. В этом году, по-моему, повысили до миллиарда почти сомов содержания. Но до сих пор он работает в очень старом стиле, можно сказать. То есть ничего нового, прогрессивного там нет. Ты сможешь ли НТРК конкурировать? Я не знаю, потому что надо понимать, что креативная часть, как они говорят, креативная экономика. В любом случае все эти культурные мероприятия тоже туда входят, в креативную экономику. Это не только IT-сфера, это любая там, где работает мозг человека в точке зрения создания креативного контента. И креативный контент развивается тогда, когда есть свобода. Когда нет ограничений. Мы и так на самом деле все ограничены Конституцией и Уголовным кодексом. Все это прописано. То есть нет смысла делать какие-то еще отдельные, репрессивные, цензурные. По каждому. Да, по каждому. Мы все законопослушные граждане. И мы все знаем законодательство. Мы понимаем его ограничения. Поэтому какие-то новые вводить. И буквально там, когда тебе пишут, ты вот это можешь говорить, а вот это нельзя. Но это очень странно. Очень странно, почему я говорю, потому что я, честно говоря, до сих пор не могу осознать, что мы к этому вообще пришли, что мы вообще это обсуждаем. Для меня, может быть, в каких-то странах это привычно. Для меня это очень непривычно. И для меня это на самом деле трагическая ситуация сейчас, что мы дошли до такого уровня, что мы обсуждаем, что нам запрещают шутить и снимать кино. Так мы как видите, да. То есть вы же прекрасно понимаете, что если нам говорят, что вот это кино нельзя снимать, значит, нельзя снимать фильмы там, где показана жизнь. А жизнь у нас разная. В ней есть насилие, в ней есть счастье, в ней горе, в ней есть разные аспекты, да. И как вы пытаетесь, как они будут пытаться это контролировать, тоже непонятно. Но это же приведет к деградации общества. Пока мы испытываем разные спектры эмоций, мы развиваемся. Как только мы там каждый день потребляем какой-то определенный контент, о каком развитии можно. Но это же пропаганда получается. Только тут у нас пропаганда, в кавычках, счастливой жизни. У нас времени мало остается. Вот сейчас мы видим, что... Это последний вопрос. Сейчас мы видим, что, ну, свобода, она сужается у нас в Крымстане. И каждым днем, каждым часом просто... Сейчас, если мы раньше говорили, что политическая свобода, сейчас журналисты и все такое, сейчас именно уже перешли к интернету, а семейные, там, если разобрать эту речь, там, чтобы унифицировали той, бещик той, когда женились, так женились, чтобы у них у всех было одинаково. Да, там почти вся. Что в этом случае надо, как должны себя вести граждане и гражданское общество, может быть, и представители этих сфер тоже? Ну, мне кажется, гражданское общество, и, в принципе, люди, они должны все-таки апеллировать, пытаться все-таки донести, что это частная сфера. Да, я понимаю, что, например, если мы говорим про ТОИ, то есть какие-то моменты, которые, может быть, было бы хорошо улучшить в лучшую сторону, да, потому что у нас многие, прикрываясь традициями, какие-то вещи усложняют или еще что-то делают, да, но все-таки понятие, как человек живет в своей частной жизни, если он зарабатывает честным трудом деньги, как он их тратит, как он организует свое пространство, наверное, это его право личное. И вот когда государство влезает, это и есть тоталитаризм, когда оно пытается не просто запустить руки в карман, да, там, условно говоря, забирая налоги и неэффективно их тратит, то есть оно еще и указывает людям, как мы должны жить. Это, на самом деле, очень плохой этот признак, да, то есть мы видим, что происходит в Токменистане, да, где там люди должны ездить только на одного цвета машины, там, подстригаться или не краситься, как женщинам, а мужчинам краситься только в такой цвет, например, волос, да, там, я, насколько я знаю, то есть я всегда говорю, диктатура любит красивую витрину, и она будет прикрываться любыми традициями, потому что мне очень обидно, когда говорят, что вот наши традиции вот такого не позволяют. В наших традициях, например, мне кажется, нет такого понятия, как диктатура. Мне кажется, в наших традициях никогда такого не было. В наших традициях никогда не было, чтобы женщину убивали, избивали. Мне кажется, в наших традициях нет понятия коррупции. Почему мы не говорим об этих вещах? То есть вообще очень плохо, что даже власти и власти мужчин используют традиции, выворачивая их в свою угоду с тем, чтобы контролировать людей. Мне кажется, мы извращаем таким образом наши понятия о традиции. Кыргызские традиции, они очень справедливые на самом деле, они очень гуманистические, если смотреть вглубь, да, и это очень плохо, что, к сожалению, используя понятие традиции, у нас сейчас пытаются просто ими манипулировать, чтобы достичь своих каких-то целей политических. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали речь главы кабинета министров Кыргызстана Аклубика Депарова о том, какие цензуры он может привести, каким цензурам в интернете, в личной жизни каждого человека. И для этого у нас в гостях была гражданская активистка Умай Арыкова. Я ведущая оператива «Саид Пурхан». До следующих встреч. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания.